Совет ветеранов органов внутренних дел Славинского района ведет активную работу по увековечению памяти сотрудников, достойно несших службу на нашей территории в разное время. Так, за последние годы появились четыре памятные доски, посвященные сотрудникам органов правопорядка в Петровском, Анастасиевском и Славинском городском поселении. Очередной мемориальный знак на днях был установлен на здании администрации Маевского сельского поселения. Это Маевское сельское поселение. А это его жители, которые хорошо помнят те времена, когда бессменным участковым Маевского прикубанского поселения и всего колхоза «Путь к коммунизму» на протяжении 28 лет был Юрий Гаврилович Кусле. Знали вы его Кусле? Я его знал один раз, на беседу пригласил, мне хватило. Все знали, все уважали. Да. И все печенялись. В этом году Юрию Гавриловичу исполнилось бы 80 лет. Уже 17 лет в Маевском работают другие участковые. Но память о капитане милиции в отставке Кусле жива. Да и какая память. Истории, которые бывшие однополчане рассказывали о нем, собравшись на митинги в этот день. Это просто сюжеты для следующих серий всеми любимого советского фильма про участкового Аниськина. Вера Садчикова знала Юрия Куслю, когда сама служила следователем. И общаться по работе приходилось не раз. Однажды я, будучи следователем, выехала на происшествие к нему на участок в хутор Прикубанский, где был единственный магазин. Мы обнаружили, что кроме похищенного, такие следы преступления. Недопитая бутылка водки и вставная челюсть валяется на полу. А смотрев этот вещдок, Кусля сказал, челюсть вставная у нас у алкоголика, и назвал фамилию, уже не помним, ну, Петрова Иванова Сидорова. Едем к нему. На лужайке лежал предполагаемый ворк, рядом валялась недопитая водка, и когда мы разбудили, во рту не было челюсти. Следственный эксперимент мы не стали проводить, челюсть вставлять, ибо ему, он и так признался, преступление было раскрыто за 10 минут. Он знал каждого на своей территории, и его знали и уважали. Поэтому и раскрываемость преступлений была на высоте. Сегодня за порядком в Маевском поселении следит участковый Яна Кошелько. Многодятная мать уверена, что женщине работать участковым даже проще, ведь другие женщины видят в ней подругу, а мужчины готовы хвастаться своими, в кавычках, подвигами. Я много слышала о Кусле Юрии Гавриловиче. Он был хозяином. Каждый к нему приходил, каждый к нему пытался как-то принести информацию, получить советы, получить помощи. До сих пор люди, когда я даже прихожу, говорят мне о том, что был такой участковый Кусле, о котором мы до сих пор помним. Сейчас, в настоящее время, на данном участке я нахожусь с 2014 года. Конечно же, я еще не всех знаю, но стараюсь. При всех своих достоинствах Юрий Гаврилович Кусля был еще и исключительно добрым человеком. Коллеги вспоминают о нем с улыбкой. Сколько слов добрых об этом говорится. И это не просто так, оно не по наружку. Это вот слушаешь, смотришь и улыбаешься. Поделиться своей памятью о герое этого мероприятия на митинге хотели многие. По всеобщему мнению, Юрий Гаврилович Кусля был исключительным человеком. И память о нем должна жить. В целях воспитания личного состава, на героических, боевых и служебных традициях органов внутренних дел, повышение авторитета полиции среди населения, пропаганда ее деятельности в связи со столетиями, образование советской милиции и 80-летием со дня рождения руководства МВД Паслановского района и Совету ветерану было принято решение об установке памятной доски на здании администрации Хутора Маевской в честь капитана милиции в отставке Кусли Юрия Гавриловича. Давайте встанем на угловение и в скорби постоим и помолчим. Мария Горошкова, Сергей Тимовский, Александра Тимовская. Программа «События». Программа «События».